Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Умберто Эка «Маятник Фуко». Когда-то еще в школе, 20 лет назад, я по рекомендации учителя прочитал имя Розы. Впечатление было мощнейшим. Но я многого, конечно, не понимал тогда. Книгу пока не перечитывал, зато теперь прочитал второй роман Умберто Эка почти за неделю. Когда читаешь эту книгу, порой кажется, что мозг должен взорваться от избытка информации. Столько в ней всего. Здесь есть и теории заговора, и тамплиеры, и роснкрейцеры, и масоны, исламская мистика шиитского толка, и каббала, и герметическая традиция, и традиционализм Юлиус Сайволл, и Рене Генон, и много чего еще. Но Эка ученый и атеист. Он хочет показать, как суеверие приносят несчастье. Так гласит один из эпиграфов к этому роману. Эту книгу надо читать, прежде всего, интеллектуалам, которые мнят себя лучше всех и умнее всех. Потому что эта книга очень серьезный урок, воспитательный урок для этих людей. Потому что интеллектуалы, мы все считаем, что мы чего-то знаем. Что мы что-то знаем лучше других. Порой нам кажется, что христианство и другие авраамические религии слишком демократичны, экзотеричны, то есть открыты всем. Они ничего не скрывают. Вместо этого хотелось бы найти что-то другое, какое-то тайное знание, которое открыто только избранным. Это результат невероятной гордыни ума. Так вот, это именно та ловушка, в которую попадают главные герои этого романа. Якоба Бельбоа, Казабон и Диателлели. Один из них сдвинут на кабале, другие ищут заговоры, всевозможные теории, комбинируют, компилируют, эклектично выворачивают наизнанку общеизвестные факты. Поначалу им кажется, что это всего лишь игра, игра ума. Поначалу мне относятся со скепсисом во все это. Не верят. Но постепенно начинают верить, и это зло обретает жизнь, и в итоге уничтожает их всех. Это очень убедительная книга, очень талантливая, почти гениальная. А она вышла в свое время очень вовремя, в 1988 году, когда ньюэйджевские теории, синкретические концепции, мистицизм нетрадиционного толка захватил западную культуру. Эко, как постмодернист, понимает, что постмодерн имеет свою изнанку. Подорвав метафизические основания христианства, на которой стояла и западная культура, постмодерн выпутил как джин из бутылки и всевозможные эклектичные духовные движения, течения, тайные общества и прочее. Все это начало захватывать человека, потому что человек не может. Как постмодернист, ученый считает, что смысла на самом деле никакого нет. Об этом говорит и сам Эко в финале этого романа. Как постмодернист, он говорит, что последней структуры не существует. Главной идеи, тайны, тайны нет. Одна из двух книг так называется, отсутствующая структура. Так вот, он пытается доказать, что метафизика себя уничтожила. Ей на смену пошел постмодерн, игры смыслов, означающие безозначаемого, и с этим надо смириться. Но люди с этим мириться не хотят. Они ищут другие основания вне христианства. Это приводит их в оккультизм, герметизм, всевозможные теософские идеи. И в итоге они сходят с ума. Потому что оккультизм, почему христианство запрещает читать оккультные книги? Потому что погружение в эти книги, это результат гордыни ума. Человек хочет показать себе и другим, что он особенный, что он не похож на других, что он знает что-то, чего не знают другие. Это противопоставление себя гордое, противопоставление себя другим, это и есть результат демонической одержимости. И в итоге эти люди часто сходят с ума, потому что общаются с темными силами, хотят они того или не хотят. И это в книге очень хорошо показано. Так вот, эта книга реалистическая, она или фантастическая, очень много может сказать интеллектуалам об интеллектуалах. О нем самом. Конечно, трудно любить Умберто Эппо и, допустим, Виктора Астакьева. Прозу деревенщиков и высокоинтеллектуальную, гиперинтеллектуальную прозу Умберто Эппо. У него есть подражатели, например, Артура Пересерверта, который создает увлекательные детективы без философской подоплеки. Это и «Клуб Дюма», во многом перепев «Маятник Фуко», это и «Коша для барабана», это «Фламандская доска» и другие произведения Артура Пересерверта. Также, конечно, роман Дэна Брауна «Кот да Винчи» и бум на этот роман показал, что Эко был прав. Людям нужны теории заговора. И нужны тайные знания. Они ищут, пытаются найти то, чего другим недоступно. Позайдите в любой книжный магазин, там будут целые стеллажи с эзотерикой. Там, посмотрите, в газетный киоск, там будет множество журналов с названием «Тайные истории», «Гадания», «Толкование снов» и прочее, прочее. Людям не нужна ни религия, в большинстве своем не нужна ни религия, ни наука. Они ищут тайные знания, и это кто исходит их с ума. Потому психиатрические лечебницы так переполнены. Потому что эзофрения – это болезнь постмодерна, болезнь конца века. Это было свойственно и к концу СССР, и к концу Российской империи, накануне 1917 года. Всевозможная нетрадиционная религиозность во всех ее видах была свойственна, когда появились всевозможные экстрасенсы и маги в конце 80-х в СССР. И когда в конце 19-го, начале 20-го веков всевозможные символисты, покружаясь чуть ли не в черную мессу, описанную, кстати, Гюсманцем в романе «Бездна», на которой также ссылается эко в одном из своих мест своего произведения. В этой книге много всяких теорий, шизофренических концепций, параноидальных концепций. Как говорили когда-то Гибдалюс и Гватари в своей книге «Антиэдип» – фашизм и правое сознание параноидально, в то время как левые идеи шизофреничны, одержимы множественностью, а правые стремятся все подвести под единое основание. Так вот эта некая так называемая духовная традиция, которой в свое время бахвалились Рене Генон и Юлиус Эволло, это и есть основание фашизма. Одно из своих эссе Эко так и назвал «Вечный фашизм». Многие проводят параллели между этим романом «Маятник Фуко» и эссе «Вечный фашизм». Потому что культ традиционных так называемых мистических учений, на самом деле они нетрадиционные, не связанные никак с аварамическими религиями, эти духовные течения, псевдуховные, оккультные, герметические, очень опасны. И они часто противопоставляются научному материализму, противопоставляются антиметафизической установке постмодерна, об этом говорит, в частности, и Александр Дугин, последователь Рене Генона и Юлиуса Эволло. Так вот, все это очень опасно, говорит Эко. Как говорила Елена Костюкович, переводчик этого романа, в финале он как будто зажигает свет, и все темные призраки, все, чем он пугал весь роман, исчезают. Свет разума прогоняет чудовище. Так вот, это, конечно, оптимистическая установка на науку, понятно, потому что эко-атрист. Но и он задается вопросом, неужели так трудно было верить в божественное откровение? Неужели было так трудно верить в Христа, чтобы вместо него предпочесть в итоге оккультные, сейчас бюджет теории, знания и прочие дребедень? Все это, конечно, очень опасно, разрушает психику, разрушает человека, и внутреннее, и внешнее. Переводит его к цене ее одержимости. И это все описано в этом романе тоже очень глубоко. Эта книга очень глубоко анализирует оккультизм как явление духовной культуры, как духовную грязь. И гордыня, ума, это прежде всего есть первопричина духовной грязи, которой являются все эти нетрадиционные мистические теории, основанные часто на ориенталистских бреднях и прочем-прочем, на псевдоязычестве, на псевдохристианстве и многом-многом другом. Все это очень опасно. Эко об этом говорит. Я с вами прочел этот роман обязательно интеллектуалам, которые считают себя умнее других, вообще всем интеллектуалам. Эта книга взорвет ваш мозг. Не столько информации, что мне кажется, что выдержать это невозможно, но она очень необходима всем нам, чтобы понять, что христианство, духовное откровение в Христе, божественное откровение в Христе, а также традиционный ислам, традиционный иудаизм, не отравленный кабалой и талмудом, это те духовные альтернативы этому сатанизму, этой бесовщине, этому делу поклонничеству, который представляет собой оккультизм, который необходимо принять, чтобы не пасть жертвой этих злых духов, которые общаются с человеком через эти оккультные течения. Так вот, конечно, мне, как христианину, конечно, было порой интересно читать эту книгу, потому что я никогда не читал оккультную литературу, но всегда боялся ее читать и понимать теперь почему. Все от Блаваска до Алистера Кроули – это сатанисты. И об этом говорят многие исследователи этих течений. Мы это понимаем именно потому, что их адепты ищут духовного знания, самобожжения, без Бога. Они ищут общение с миром потусторонним. Кажется им, что они его достигнут, что они все понимают в этой жизни. Это является причиной их сумасшествия. Это является причиной гордыни их ума. Вот корень всех злых. Так вот, избавить нас от гордыни ума, изблизиться с Христом, близиться с Богом по благодати – вот задача человека, христианина, стремящегося в общении с Богом, к смирению, к смирению своего ума, к ограничению своего разума от познания всего и вся, от демонического гнозиса. И книга Эко дает нам это понять и дает нам это почувствовать. Я надеюсь, что вам тоже, а как и мне. До свидания.